Вы смотрите программу «Губерния». Вот о чем расскажем. Более десяти отравившихся и погибших фигурируют в материалах дела в отношении Ивановского производителя студни ИП Сказыводова. Роспотребнадзор через суд пытается закрыть ИП. Опаленные черной звездой на аллее огнеборцев открыли мемориал ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Радиацию определить можно только прибор, так ее ничем не определишь. Воспоминания ликвидаторов и образцы уникальной техники в нашем репортаже. Возле села Олексина местные жители не первый год ведут борьбу за спасение археологического комплекса от черных копателей. В этот раз селянам удалось спугнуть незваных гостей из Владимирской области. Сама же история получила криминальный оттенок и чуть не закончилась трагедией. Из Савинского района с подробностями Владимир Геремин. Субсидию до 100 тысяч рублей смогут получить льготники на газификацию своих домов. Расскажем подробнее о дополнительных мерах поддержки. А также не пропустите. Рога и копыта – несанкционированная свалка отходов мясного производства в Шуйском районе. Пока посидит в СИЗО, суд продлил арест бывшему начальнику Кохумской колонии. Против огненной стихии. Как удалось отстоять поселок – пожарная статистика в нашем эфире. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Начнем выпуск с трагического сообщения. В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Илья Диков, родившийся в Шуйском районе. Заместитель командира роты Илья Сергеевич Диков служил на территории другого региона. В ходе исполнения воинского долга проявил храбрость и самоотверженность. Награжден орденом мужества посмертно. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким героя. Распорядился оказать всю необходимую помощь его семье. К другим темам. Более десяти отравившихся и погибших фигурируют в деле в отношении ивановского производителя студня Скозыводова. Расследование уголовного дела все еще продолжается. Роспотребнадзор обратился в суд с гражданским иском и требованием закрытия П. Почти год прошел с тех пор, как по стране разлетелась информация об отравлениях мясопродуктами, произведенными в Иванове. Следователи установили 16 фактов в разных регионах. Сообщалось и о смертельных случаях. Производитель студня Валентин Скозыводов на судебное заседание снова не пришел. Но в этот раз его представляли два защитника. Адвокаты Скозыводова направили ходатайство о приостановлении производства по гражданскому делу, пока не будет принято решение по уголовному. Однако им было отказано, так как данное разбирательство с расследованием уголовного дела не связано, и суд может принять самостоятельное решение. Суд продолжил рассмотрение материалов дела. В Москве студнем отравились трое. После употребления данной продукции за ужином совместно с своей семьей, указанные фамилией граждан, три человека почувствовали себя плохо. На место был вызван наряд скорой медицинской помощи, прибывший наряд в центре госпитализирования и скольфосовского, с диагнозом отравления тритонатрия. Эксперты столичного центра гигиены и эпидемиологии изучили изъятые у пострадавших студень Скозыводова. В образцах обнаружено содержание тритонатрия в количестве 259, плюс-минус 8 мг на килограмм 1020, плюс-минус 32 мг на килограмм 1158, плюс-минус 36 мг на килограмм 1035, плюс-минус 32 мг на килограмм 1220, плюс-минус 38 мг на килограмм, что не соответствует требованиям ГОСТа. Случаи отравлений также выявили в Ярославской области. В Вельском районе Архангельской области сообщалось о смертях. Эксперты сделали заключение по образцам тканей погибших. Одна из них скончалась из-за сопутствующих заболеваний. Указана причина смерти – рак ясли желудка. У других погибших в крови обнаружен этиловый спирт и выявлена уксусная кислота. Они скончались после полнокровия внутренних органов и отека мозга. 13 мая 2022 года Роспотребнадзор области прекратил действие декларации на реализацию продукции Скозеводова. Деятельность цеха приостановили. Продукцию начали изымать. Также 3 мая 2022 года специалисты направления Роспотребнадзора по Ярославской области предъявлены выезды в 22 торговые точки, реализующие продукты и мясо, содержащие категорию «Боохлажденный» весовой студии «Премиум» изготовителя ПС Скозеводов со списком представленного управления Роспотребнадзора по Ярославской области с целью вручения предписаний об изъятии заборота и утилизации продукта мясо, содержащих категорию «Боохлажденного» весового студии «Премиум». Студень, изъятый из магазинов в разных городах, также не соответствовал требованиям, предъявляемым к мясной продукции. Надзорные органы привлекли предпринимателей, которые его продавали к административной ответственности за нарушение сам эпидем благополучия населения. Штрафы составили по 30-40 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении ИПС Скозеводова и технологопроизводства Карпова пока расследуется. Меру пресечения им изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий. Марина Зейна, Григорий Мартианов, телекомпания «Барс». Во второй половине дня суд удалился в совещательную комнату, а к вечеру огласили решение. ИП Скозеводова решили закрыть. Теперь предприниматель не может вести деятельность. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней. Окраины одной из деревень Шуйского района превращаются в свалку. Сначала шокировал сам факт зловодного соседства, а потом увиденные останки крупнорогатого скота. Пакеты с черепами, шкурами, зубами и прочими останками крупнорогатого скота не на шутку встревожили общественность. Скотомогильник образовался возле деревни Елизарова. Известный в Шуйском районе активист Владимир Возилов опубликовал ряд постов на эту тему на своей личной странице ВКонтакте. Он предположил, что поле находится в собственности у крупного птицеводческого предприятия. На вопрос, как птицефабрика связана с крупнорогатым скотом, Владимир тоже нашел ответ. В выпускаемой продукции присутствуют колбасы, состав которых не ограничивается только мясом птицы. Между тем, в Шуйской районе администрации очень удивились информация о том, что в их районе образовался еще один скотомогильник. Чиновники оказались не готовы прокомментировать эту информацию, которую, по их словам, услышали впервые от корреспондентов Иванова Ньюс. Бывшему начальнику Кохомской исправительной колонии Роману Саакяну продлили срок пребывания в СИЗО. В следственном изоляторе его оставили до 30 июня. Такое решение в среду принял Октябрьский районный суд Иванова. О продлении срока содержания под стражей попросило следствие. Саакян возглавил колонию строгого режима в позапрошлом году. И практически сразу родственники осужденных стали выступать против этого назначения. Фамилия руководителя фигурировала в громкой истории с пытками заключенных, случившихся в колонии Владимирской области. После визита в Кохомскую ИК сотрудников прокуратуры и уполномоченного по правам человека скандал стих. А в феврале стало известно, что в отношении Романа Саакяна возбуждено уголовное дело. Он был уволен. В Синовце обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. На аллее огнеборцев в Иванове появился новый мемориал. Он посвящен ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы. К 37-летию страшнейшей техногенной аварии в музее под открытым небом установили скульптуру пожарного и две новые единицы техники. Сергей Веселов продолжит. Погода в это утро совсем не располагала к торжеству. Церемония открытия прошла под проливным дождем. Но это не помешало почтить память ликвидаторов. В этом году катастрофе на Чернобыльской АЭС исполнилось 37 лет. На церемонии присутствовали ветераны Чернобыля, которые в разные годы устраняли последствия катастрофы. Прошло три года, когда я туда попал. Все-таки же уже знали, где можно ходить, как ходить. Быстро, медленно. Приборы уже были. Было уже легче. Люди уже знали. Первоначально, конечно, неизвестность. Тем более радиацию определить может только прибор. Так ее ничем не определишь. Памятник символизирует укрощение разбушевавшейся атомной стихии. Центральная фигура монумента – пожарный. Именно огнеборцы первыми прибыли на четвертый энергоблок и вступили в бой с ядерным пламенем. Они знали, на что шли, но не отступили. После этого шестеро пожарных в течение нескольких недель скончались от ожогов и острой лучевой болезни. После этого термин «ликвидатор» стал нарицательным. В устранении последствий катастрофы приняли участие более полумиллиона человек. Среди них свыше двух тысяч жителей нашей области. Их фамилии выгравлены на памятных табличках. Рядом с памятником установили две специальные машины. Одна из них – радиационной разведки. Точно на таких же «ликвидаторы» выявляли очаги заражения. А этот робот-трактор был специально разработан в 1990 году для работы в горячей зоне. Но в связи с распадом Советского Союза до Чернобыля так и не доехал. Роботехническое средство предназначено для ликвидации завалов. Соответственно, может управляться дистанционно. То есть, вот, собственно, и максимальная проходимость. Всего два экземпляра, да, было выпущено в стране. Соответственно, благодаря неимоверным усилиям, один из экземпляров оказался здесь у нас, на нашей аллее, в славном городе Иваново. В завершении церемонии к подножию памятника возложили цветы. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Газификация домов становится еще доступнее. Жители региона могут воспользоваться льготной поддержкой. В этом году она софинансируется из федерального бюджета, и сумма субсидий увеличена. Напомним, в области действует программа социальной газификации. Ее участниками стали уже более 5,5 тысяч домов. Те жители региона, которые вошли в программу догазификации, могут не платить за подведение газопровода к своему участку. Это делается за счет государства. А оплачивают они только работу по проведению газа на своем участке и в доме. Льготные категории теперь смогут получить субсидию на покрытие этих расходов до 100 тысяч рублей. Это касается многодетных и малообеспеченных семей, людей с инвалидностью, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других категорий. Что входит в эту субсидию? Это проектные работы, строительно-монтажные работы и газовое оборудование российского производства. То есть, обратившись в офисы соцзащиты, то есть граждане могут получить данную субсидию. За льготой в соцзащиту можно обратиться до 1 декабря 2023 года. Это касается льготников, которые заключили договор на техническое присоединение к газовым сетям после 31 декабря 2022 года. В субсидии будет перечисляться организации, с которой заключен договор на газификацию дома. За оформлением льготы можно подойти с уже имеющимся договором на тех присоединение, или же сначала подтвердить льготу, а уже после заключать договор. Также отметим, правительство региона и Газпром актуализировали программу газификации до 2025 года. И в этом году газифицировано будут более 50 населенных пунктов в 14 муниципалитетах региона. Основные объекты – это Юрьевец. То есть мы в Юрьевце начали работу в 2021 году, в 2025 ее завершим. Более 5000 домовладений получат голубое топливо. Лух и Пестяки. Также продолжатся работы. Окончание работы в Лухе – 2023 год. Конец 2023 года в Пестяках – 2024. Стать участником программы договорификации можно, оформив заявку на официальном портале единого оператора через государственные услуги в клиентских центрах и на сайте «Газпром газораспределения Иваново». Наталья Сергеева, телекомпания «Барс». В среду вместе с первым за последние недели дождем в Иваново пришли и обрушения. На улице Карла Маркса упала водосточная труба, а на академическая штукатурка. Фото и видео в нашу редакцию прислали горожане. На улице Карла Маркса водосточная труба обрушилась у 44-го дома. По счастливой случайности рядом в этот момент никто не проходил. Причины произошедшего пока неизвестны. Второе ЧП случилось у 35-го дома на Академической улице. С крыши рухнула груда штукатурки вместе с прогнившими досками. По словам автора видео, в последний момент проходившая мимо девушка успела отскочить. Сейчас на крыше двухэтажки зияет дыра. Ивановцы переживают, что этот случай не последний, и вскоре фасад продолжит осыпаться дальше. Сейчас короткая реклама, вот о чем расскажем после нее. Возле села Олексина местные жители не первый год ведут борьбу за спасение археологического комплекса от черных копателей. В этот раз селянам удалось спугнуть незваных гостей из Владимирской области. Сама же история получила криминальный оттенок и чуть не закончилась трагедией. Из Савинского района с подробностями Владимир Геремин. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение. Телефония. Видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Индеркамтел. Звони и подключайся. 939393. Это программа «Губерния». Мы продолжаем. Возле села Олексина местные жители не первый год ведут борьбу за спасение археологического комплекса от черных копателей. В этот раз селянам удалось спугнуть незваных гостей из Владимирской области. Сама же история получила криминальный оттенок и едва не закончилась трагедией. Из Савинского района с подробностями Владимир Геремин. Село Олексина в Савинском районе – родина коробейников. Это места с богатой историей. С самого основания Стародубского княжества в XIII веке Олексинская сторона входила в его состав. Населенный пункт является объектом культурного наследия. Здесь когда-то проходил большой проселочный тракт из города Вязники Владимирской губернии в Шую. От некогда 100 дворов сейчас можно насчитать не больше десятка. Живущие здесь люди время от времени находят артефакты прямо у себя под ногами на приусадебных участках. Они всегда что-то находят. Здесь вот соседи, бабушки рассказывают, здесь идешь весной, и монета может под землей просто на дороге выскочить. Это торговая площадь все была. Это вот торговые палатки и большая ярмарка с XVI века. Знак посыльного волосного правления, зуб мамонта, нож из камня. Небольшую, но очень ценную коллекцию Илья Галиневич собрал у себя в огороде. В Олексина три года назад приехал из Москвы в экспедицию. Приехали сюда искать вот в разрушенных, разваленных совсем домах какие-то вещи, которые ну точно уже сгниют. Мы вот княгинях уездили тут за болотами. Вот. Ну, экспедиция была две недели, а уже после этого я решил остаться. У меня с собой был дом на колесах, поэтому я сказал, у меня все с собой. Я остаюсь. У Ильи основной доход, а эти услуги. Приобрел в собственность небольшой домик и несколько гектаров земли. Завел гусей, овчарок. Возделывает сельхозкультура. Основное и любимое занятие через всемирную паутину руководит многотысячным волонтерским движением «Джип-Алерт». Помогает священникам восстанавливать местный храм и заброшенное здание почты, где когда-то жил русский писатель и этнограф Владимир Даль. Параллельно следит за порядком в сельской глубинке, куда со всех властей часто стали наведываться искатели сокровищ. Его приятель Александр Фомин, коренной олексинец, заядлый охотник, рассказывает, был случай, незваных гостей пришлось припугнуть. Мы тебя там, то, мы тебя, все, и все. Я говорю, ребят, давайте не будем сейчас это, вплоть до того, что мы тебя спалим. Ну, мне пришлось. Это был как раз период охотничьего сезона. Достал ружье из сейфа, сделал предупредительный выстрел вверх, и, то есть, ребята с этим были таковые. Огородника, который выкопал на своем участке вместо картошки древнюю монету, конечно, вряд ли причислят к преступникам. А вот если поиск ввелся целенаправленно, да еще на территории памятника археологического наследия или с повреждением культурного слоя, крупного штрафа или даже уголовной ответственности уже не избежать. Злостным нарушителям грозит и лишение свободы. Чтобы их отпугнуть, местные жители даже развесили знаки. Но желающих обогатиться меньше не становится. Пока здесь по полям ходит эта территория колхоза, я только звоню и сообщаю колхозу, что у вас на территории копатели. Как только они переходят в Алексино или на мое поле, здесь уже подключаемся мы, местные жители, и объясняем, что это объект культурного наследия и незаконная добыча артефактов преследуется по закону. Набеги черных копателей жителям Алексино приходится пресекать регулярно. Всех подозрительных стараются фиксировать на телефоны или видеорегистраторы. Свежий случай произошел буквально в минувшие выходные. В село нагрянули несколько крепких мужчин с детьми на двух машинах с владимирскими номерами. Они здесь находились с субботы. Они были в субботу здесь ездили, все поля объехали. Воскресенье их видели трактористы. У трактористов колхоза на видеорегистраторах есть и машины. И что там дети ходят с металлоискателем, они в шесть металлоискателей ходили по полям. И причина того, что я к ним подошел, стало, что они к храму подошли и начали рассматривать, что там можно поискать. Обычно понятливые, говорит Илья, уезжают, но не в этот раз. Факт нападения был зафиксирован. На регистраторе видно, как группа искателей приключений подъехала к дому Илье на разборке. Из его джипа нападавшие пытались забрать документы, телефон и видеорегистратор. Когда товарищ потянулся за ключом, он вот так в руках держал нож большой. И когда он руку потянул, я увидел здесь ручку и защелку. И, в общем, поняв, что он у него еще, и он не просто поздороваться пришел, у него еще в руках нож, а там подъезжает машина еще два человека, мне пришлось как-то пытаться отъехать от них и расчистить себе дорогу. А вот пришлось машиной его оттолкнуть в сторону, чтобы не давить. И когда уже дорога была расчищена, я уже попытался от них уехать. Повредив дверь автомобиля, Илье все же удалось отъехать на безопасное расстояние. Инцидент с черными копателями был зафиксирован на видеокамеру соседей. По поводу случившегося, Илья в тот же день написал заявление в полицию. Сейчас ждет результат и надеется на возбуждение уголовного дела. Между тем, свои археологические находки дома держать опасается. Планирует отреставрировать бывшее здание почты и открыть там музей Владимира Даля. Коллекцию наполнить артефактами и находками алексинцев. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». 38 раз в МЧС выезжали на тушение пожаров за минувшие сутки. В 8 случаях горел мусор в 25-ти, трава на общей площади почти 6000 квадратных метров. Из-за пала сухорастительности в Кинишме едва не сгорел поселок Буденый. Сначала трава загорелась у кладбища, но из-за сильного ветра уже через несколько минут огонь подбирался к поселку. Высота пламени достигала 3 метра, поэтому местные жители не рискнули бороться с огнем самостоятельно. К счастью, вскоре на место прибыли огнеборцы. Еще один крупный пожар случился в деревне Янино Вичугского района. Картина ЧП приблизительно та же. Сначала загорелась сухая трава, но вскоре пламя перекинулось на хозяйственные постройки. Четыре строения сгорели полностью, пять построек спасателям удалось отстоять. В селе Мыт загорелись дом, двор и баня. Пожар тушили сразу 30 сцерна. Причина произошедшего устанавливается. В Фурманове в среду утром загорелось складское помещение в революционном переулке на третьем этаже. Как сообщает в МЧС, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Новый стадион в Юже прошел свою первую приемку. Эксперт-вандал проверил беговую дорожку на прочность с помощью своего питбайка. Эти кадры с камеры видеонаблюдения опубликовала администрация города в своих соцсетях. Власти в очередной раз напомнили правила поведения на спортивном объекте. А также настоятельно попросили граждан не выходить на поле. Его готовят к подсеву травяной смеси. Проще говоря, к лету должен появиться газон. А вот беговая дорожка открылась буквально пару недель назад. Однако первым его в прямом смысле обкатал вандал на питбайке. Вычислить и наказать хулигана предстоит правоохранителям. Теперь о погоде. Сейчас расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. В четверг в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни обойдется без резких температурных скачков. Временами небольшие осадки. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Интересная история видеофото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это Вайбер и Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Ивановой Ньюс или звоните по телефону горячей линии 587777. Я с вами прощаюсь. Удачи!